рад всех приветствовать на канале рациональная нумизматика часто и много вы мне пишите рассказать более детально о том состоянии в котором сейчас находится моя коллекция спустя полтора года от очень популярного и известного вам видео где я рассказывал о своей коллекции о коллекции своего друга многие из вас интересовались как именно изменяется коллекция какие покупки я совершаю что продаю какие причины тех или иных моих покупок или продаж именно о всем этом я сегодня постараюсь вам рассказать покажу экземпляры качества этих монет тематики которые я собираю немного расскажу вам о ценам о динамике цен о том куда все это движется по моему мнению конечно у вас могут быть свои мысли вы можете их написать в комментариях и мы вместе их обсудим но я расскажу о своем взгляде на нумизматику в украине на конец лета 2023 года начну наверное самой популярной темы в сегодняшнем нумизматическом дискурсе это с лоббированных монетах многие из вас знают что я собираю разные тематики покажу вам то что есть мои коллекции постоянные зрители знают что я собираю американцев морганов по годам и покажу вам лафайета в мс-62 очень достойная монета в очень хорошем состоянии яркий штемпельный блеск она крайне редко в пока находится в моей коллекции я планирую улучшить качество данного доллара в своей коллекции до грейда как минимум мс-63 но на сегодняшний день по соотношении цена-качество как мне кажется очень достойный экземпляр на сегодняшний день цена такого такой монеты колеблется от 1200 до 1300 долларов зависимо от жадности продавцов идем дальше что у меня еще есть по американцам опять же для представительства я вам покажу в очень красивой патине доллар моргана 84 года у меня их есть намного больше именно уже в грейдах мс-64 но показываю вам ту часть которая сейчас под рукой как вы видите крайне достойная монета и блеск есть и патина очень красивая патина на меня прямо завораживает далее та монета которую я не планирую продавать в ближайшем будущем которая взята и радует меня взята за довольно рациональные по моему мнению средства это доллар так называемый индейс 1926 года в грейде мс-63 как постоянные зрители уже знают эта монета в базе стоит около двух тысяч долларов я это показывал когда рассказывал о этой конкретно взятой монете интересно на тем что имеет яркий блеск и особенно на аверсе на портретной стороне даже такие переливы в зеленый цвет далее покажу несколько монет в слабых европейских португалия мс-64 вы ее уже видели опять же постоянные подписчики те кто впервые или случайно попал на этот ролик видят ее впервые надеюсь вам она нравится мне она очень нравится один из моих хороших друзей у меня ее попросил не знаю возможно я с ним и поделюсь жадничать нельзя далее флоринчик в мс-62 тоже ярчайшая монета ну и славник славник слабе рнга рнга эту монету я продал с целью пополнить свою коллекцию двориком обязательно тоже дворик покажу вам на канале лишним она не будет но это уже как-то в отдельном выпуске здесь очень плотная патина сейчас будут танцы с бубном чтобы вам передать красоту этого экземпляра патина такая синевато-зеленеватая зеленая такая с отливами вот по-моему даже что-то получается вам показать очень красивая монета дальше пойдем покажу вам те экземпляры в золоте которыми я пополняю свою коллекцию которые длительное время моей коллекции находятся я как вы знаете очень интересуюсь монетами сеятель плане будущей слабе ровки я уже за это говорил вот например 75 год у меня их значительное количество вот монета очень достойная яркий штемпельный блеск никаких нюансов возможно где-то какие-то следы от притирания от соседние монеты но механики на ней нет вот и таких экземпляров у меня энное количество разных годов я сейчас вам более детально покажу вот здесь сеятель определенная рядочка здесь есть и вертенберг здесь есть еще один индеец который ждет с лоббировки здесь есть александр ну вот покажу вам из царской россии также ту монету о которой хотел более детально рассказывать но решил сделать обзор на весь материал который сейчас у меня есть вот эта пятерочка 1871 года эрочка как по мне это такой крепкий у 58 хотя некоторые люди говорят что стоит такие такие монеты помыть снять такой такую патинку мягкую но я таким золотыми монетами предпочитаю не заниматься не вижу в этом смысла очень хорошая и непростая монета кстати также хотел с вами обсудить тему если у вас есть условно говоря бюджет 2000 долларов чтобы вы приобрели монету эрочку 1871 год как у меня или же например уже в грейде заслоббированную например м62 простой год какой-нибудь 1877 или 76 но это вопрос для тех кто собирает широкоформатки вот напишите в комментариях мне будет интересно я например раньше лет пять назад купил бы уже в слабике монет куда в м62 но проще год сейчас я немного по-другому смотрю на это потому что обращаю внимание на проходы такого экземпляра и даже если подобная монета не получает мс получает там а у она все равно значительно дорожает по сравнению с такой же монетой попроще года но выше грейде это мои как бы мысли напишите мне ваши мысли мне будет интересно послушать идем дальше что же касается пятерочек многие из вас спросят а как сейчас себя чувствует рынок пятирублевиков покупаю ли я подобные монеты до покупаю вот пятерка 98 года тип большая голова у меня такая же сейчас будет еще 97 я вам покажу я интересуюсь пятерками в контексте более редких экземпляров не совсем уж простые монеты не те которые притерты не те которые массовые которые с ломбардом а более красивые экземпляры с остаточным хотя бы штемпельным блеском а то и желательно с яркими монетами в ярком блеске и обязательно какие-то непростые вариации например большая голова или даже если выбираю года между 98 и 90 там не знаю 904 так я всегда выберу 904 хотя он тоже массовый в качестве но более популярен среди коллекционеров всегда смотрю на приобретение монет с оглядкой что через не знаю несколько лет мне придется монету продать и это не потому что я злобный барыга потому что у коллекционера всегда возникает соблазн купить более хорошую монету более интересную более редкую а все мы живые люди и у всех есть другие траты жизненные и на все всегда не хватает потому часто получается что приобретаешь монеты даже какую-то грядку пятерок видишь что какая-то из них выбивается по состоянию чуть хуже ты ее продаешь вынимаешь деньги и покупаешь еще что-то интересное такой процесс постоянно идет сеятеля показал широкоформаточку вам показал пятерки покажу также сейчас вам самые простые монеты латинского союза так называемые петухи в каком состоянии я их покупаю и почем за пятерки также должен сказать цены многие из вас спросят почем же сейчас сколько денег можно давать за пятерочку я такие монеты приобретаю 360 370 долларов если попадается в живом состоянии 350 это уже более ухайдоханы и мягко говоря подтёртые монеты те я стараюсь не покупать почему есть проблемы в будущем с продажей утертого материала по латинскому союзу есть более редкие монеты я сейчас вам такие покажу и бельгию более редкую и италию а вот это самый массовый самый широко встречаемый образец монеты 645 900 пробе латинского союза так называемый петух но вы посмотрите в каком качестве это монет сейчас такие экземпляры колеблются на рынке около 400 420 долларов можно приобрести ярчайший штемпельный блеск отсутствие запилов это очень массовая монета всегда когда ее насыпом предлагают можно выбрать один-два экземпляра самых ярких кстати такое если посылаете партию на слабировку для добивания например там количество можно брать такую монету она всегда получит мс и отобьет ту сумму которая у вас пошла на слабировку этой монеты идем дальше сейчас я вам покажу более редкие монеты латинского союза вот такую монету уже можно покупать смело 430 440 это бельгия как бы вам чтобы точнее передать состояние на ней есть блеск но не такой понятно как на петухе это начальные мс как я думаю м61 где-то вот леопольд она встречается намного реже чем так называемый бородач бельгиец вот этот тип монеты коллекционеры уже более охотно покупают и рассматривают не просто как инвестицию а как очень неплохую коллекционную монету которая ликвидна и популярна у других так как не у всех она есть и довольно редко она встречается подобном состоянии в основном очень утертые и вам также покажу сейчас италию италия тоже в блеске блеск здесь остаточный это такой ау-58 переходящий в мс ну скорее у 58 но в основном эти монеты встречаются 90 процентов даже больше наверное 95 сильно сильно затертыми этот экземпляр не просто не затерт он штемпельным блеском тоже цена входа таких монет пределах 420 430 бывает даже там и 440 предлагают их продают неплохая инвестиция именно те для тех кто собирает латинский союз монеты латинского союза также покажу вам большую монетку около ванцовую так называемый безбожник 908 год в крайне хорошем состоянии монеты но это понятно что это мс почему безбожник спросите вы меня для тех кто не ориентируется скажу in god with trust есть надпись над солнышком на этой монеты нету такой надписи потому безбожник многие коллекционеры имеют много простых монет с надписью а такие экземпляры подыскивают свои коллекции хотя бы для представительства очень приятная монета яркий блеск нигде не запиленная гурт я таких экземпляров тоже всегда обсматриваю их любят безбожно пилять глубоко в ломбардах боятся не купить позолоченную какую-нибудь копию в ломбарде потому пиляет здесь есть примятость но она опять же на самой монете на канте так не видно идем дальше по золоту его немножечко рассказал тема интересная но большинство людей которые меня смотрят огромный интерес проявляют именно к серебряным монетам что же интересного я вам могу показать на что я сейчас сам обращаю внимание понятно что у меня есть царские монеты царские даже там полтинники рубли я один рубль вам показал в слабированном состоянии если и полтиннички довольно приятные вот вы можете видеть на ваших экранах распространенный массовый тринадцатый год но он в блеске как говорится такая монетка пускай лежит кушать она не просит потихонечку дорожает было время когда и такие монеты по 50 60 70 долларов блески покупал потом они стоили 100 сейчас уже такие монеты спокойно продаются на том же виолите около 200 долларов а что происходит в фейсбуке надо отдельное видео вам записать и рассказать по каким ценам продаются там монеты многие из вас не поверят там происходит настоящий трэш я видел в продажах сеятели не по объективной цене около 600 30 650 долларов на сегодняшний день сеятель напомню чтобы вот это все это объективная цена на такую монету сегодня 600 возьмем грубо 650 долларов да а в фейсбуке такие экземпляры уже продаются 700 750 для новичков народ платит по незнанию так вот такие экземпляры которые когда-то и продавал и покупал полтинники покупали мы их тогда по 50 продавали там условно говоря за 70 такие экземпляры сейчас продаются от 200 вот вам наличие штемпельного состояния даже простой монете но о серебре мы будем говорить сейчас и на других темах в других направлениях вам покажу монету которую многие у меня спрашивали чтобы я назвал цену предыдущих видеозрителей а именно тремя арки 32 года вемерская республика гетто и купил чуть чуть дороже 100 евро если же брать конечно с логистическими затратами совсем то где-то получается там и на 115 120 евро но монета крайне яркая на нашем намезматическом рынке что-то подобное купить это танцы с бубном уже проще купить такую монету коробочки но коробочки будет конечно там уже по 200 наверное а то и больше если будет грейд высокий по моему мнению это монета м64 и выше очень яркая четыре луча вся переливается красавица что еще покажу я большое внимание уделяю сейчас монетам соединенных штатов монетам германии связи с тем что эти монеты стали ли крайне популярны многие коллекционеры обращают на них внимание потому что царская россия и советский союз имеется ввиду рубли и полтинники царские рубли и полтинники советские пошли в космос ценники взлетели некоторые люди просто не могут позволить себе дать такие монеты и потому новички аматоры коллекционеры которые приходят в эту тему сейчас которые там собирают два-три года очень плотно начали изучать другие старинные монеты другие направления той же и веймар ту же кайзеровскую империю америку люди начинают внимательно изучать старинные монеты европы испании португалии польские монеты и народ же тоже непростой даже если нету знаний в нумизматике глубинных то люди выбирают состояние и делается эти правильно потому что состояние но за границей очень очень котируется многие коллекционеры многие коллекционеры ищут именно материал под слабировку вы на своих экранах сейчас видите пять марок прусских вильгельма почему этот тип меня заинтересовал потому что подобные монеты пятерки крайне редко встречаются в штемпельном состоянии мундир так называемый тип мундир и хвалом в блеске около 100 евро а вот уже голова это уже проблема это уже 200 это еще попробуй найди днем с огнем вот очень достойная монетка хочу показать монетку которую купил для себя которую нигде не планирую продавать в ближайшие я не знаю энное количество лет хочу сам заслабировать вам показать слабировать буду либо в мюнхене либо же сдам михаилу немчик был недавно у него в магазинчике или приемной как это лучше назвать вот варшаве очень красивая монета очень она и зеркалит и ярчайшие лучи нигде не бита микро помарочки которые вы видите под лампой я сейчас снимаю под штучным освещением для вас чтобы лучше было видно штемпельный блеск вот эти микро помарочки какие как не знаю их при освещении солнечном дневном практически не видно я тоже думаю что эта монета получит либо 64 либо выше возможно даже 65 такие пятимарочники на нашем рынке не встречаются ориентировочная цена покупки такой монеты 400 евро после слабировки зависимо от грейта это будет либо 600 либо 800 евро и продаются такие экземпляры крайне быстро крайне быстро но эту тему я собираю я хочу собрать пятимарочников большую грядку так называемую отслабировать и вам продемонстрировать как она выглядит не только рубли всегда смотрятся пафосно и шикарно любая большая старинная монета любой страны вы можете собирать испанию германию великобританию меня тоже есть великобритании монеты большие блески вам покажу или австро венгрию кто что любит любые крупные монеты серебряные в мс-ах заслабированные это всегда смотрится и шикарно и презентабельно так что и в финансовом плане все отлично так что очень интересное хобби идем дальше говорил о британии нужно же показать вам какой-то монету британии а почему же не показать флорины флорины виктории сейчас будем ловить вам блеск это по моему мнению мс-62 конечно она не такая на контрасте как пять марок берлинский а лейпцигский университет который вам только что показывал но тоже мс-ная красивая монета многие подписчики мне пишут откуда такие монеты как оно могло сохраниться на наших дней в таком состоянии вот у нас в городе все затертое все убитое вы поймите сейчас есть глобализационные процессы они не только конкретно взятых государствах они в мире где есть значительные финансы где есть активность где есть большое комьюнити коллекционеров туда материал и потоки коллекционного материала и направляются понятно где человек больше всего может заплатить за эту монету туда она и едет туда ее везут туда она идет через аукционные всякие дома потоки потому если вы хотите собирать германию качественную блеск и конечно лучше ее искать германии если хотите британию опять же в британии опять же в европе это не обязательно как многие говорят что если я собираю царскую россию то только в россии искать сейчас очень много русских монет имперских их очень много в европе и причем они уже застубированы в хорошем качестве так вот вернусь к этой монеты флорином виктории 1887 года я приобрел этот экземпляр за 150 евро многие сейчас к тот как дорого пару лет назад она стоила до сотни до пару лет назад я сам помню 80 долларов можно было такое купить последние года два я таких просто не встречал но уже встречал их в отславированном состоянии и ценники там от 250 монета которая например м63 250 и больше еще и даже не купишь а если заплатить все комиссы страховки и доставку на вообще в 300 влетит потому есть интерес такую монету купить сыром состоянии без слабика заслабировать получить себе хороший экземпляр а далее принимать решение продать ее и деньги направить на следующие покупки но уже с плюсом или же оставить себе в коллекцию смотря что на рынке материал похуже и дороже предлагают у меня всегда такая дилемма очень хороший экземпляр идем дальше покажу вам еще очень редкую монету именно состоянии австро-венгрии 5 корон 1900 года сама монета вот такая она распространена ее много но без состояния без штемпельного блеска и и навалом в таком xf нам при тверденьком состоянии стоит она там от 100 до 150 долларов я за эту монету дал 200 евро в свое время 200 евро я ее покупал в праге и продавец когда ее брал я пересмотрел массу материала он сразу так до этого крайне достойная покупка мы сами ее приобрели довольно давно она была в патине темная я через патину рассмотрел наличие штемпельного блеска и когда ее профессиональным средством сполоснул вот такое состояние у монеты под любым углом монета просто горит никаких механик никаких пятен коррозии никакого нюансика на монете даже нет вот эта сторона как по мне еще ярче еще ярче монета очень красивая она большая сами видите думаю и я уже видел продажи подобных монет в состоянии даже похуже по 400 евро вот каким образом можно имея знание хотя эта тема она такая косвенная я не очень сильно ориентируюсь в австро-венгерских монетах все-таки германия тарская россия советские монеты американские но мне поближе это я в массу всего там изучаю постоянно где-то меня поправляют более опытные коллеги но не стыдно учиться новому не стыдно консультироваться вот стыдно упускать возможности а данная монета я думаю это не является упущенной возможности я тоже хочу этот экземпляр отслабировать меня как бы сомнение какой грейд будет или 62 или 63 но 64 не сомневаюсь но как бы сомневаясь вернее что она получит но 62 63 вполне реально очень хорошая монета очень хорошая нигде не тертая вот можете видеть какой гурт у нее очень не нравится но дальше идем дальше я вам хочу показать монету доллар моргана не слабированный пока что но я планирую его отслабировать в будущем обратите внимание насколько он зеркальный какие по нему лучики ходят и как он вообще выглядит я считаю по крайней мере есть высокие шансы что это руф лайк более опытные коллеги по американцам напишите мне в комментариях как вы думаете руф лайк или я себе придумал но я сейчас вам покажу обычный тоже в втором состоянии 84 он никакое сравнение с этим не идет и очень уж сильно на фотографиях фотографиям тоже прикреплю на фотографиях видно матовость орла и соответственно головы на фоне поля на фоне зеркальности поля очень хороший крайне хорош мне две такие монеты 80 и 81 год нужно наверно вам и 81 показать это вы мне напишите раз дразнил а монету не показал сейчас я вам покажу вот это 81 тоже думаю что проф лайк вот здесь четко красиво видно насколько матовый орел и зеркальное поле аж до потемнения и по этому зеркальному полю ярчайшие лучики очень красивая монет опять же будем все слабировать смотреть что получится ну и на контрасте я должен вам показать простой морган да не проф лайк просто в штемпельном блеске но он тоже перспективный еще цена сказать это 84 обычный я думаю видно насколько он отличается блеск есть все есть но что голова что поле сливаются нет от этого темного поля такого в зеркало ударяющего просто красивый вот красивый морган еще вам покажу мирники которые супер популярные расскажу как можно поступать если вы хотите себе но практически за смешные деньги оставить себе мирник в коллекцию я при посещении одного магазина заметил некое количество мирников некое количество мирников кстати о морганах опять же чуть-чуть забыл 80 год и 81 я приобрел по 110 евро а 84 вот этот за 100 опять же такие цены я платил потому что я уверен что монеты имеют шансы получить мс вверх мирником перейду посещая тот же магазин я увидел несколько мирников у меня уже есть мирники в м 64 22 23 24 но я хочу себе максимально комфортно купить 25 год в слабе и когда я вижу такие монеты понятно что я их приобретаю с целью их потом продать почему когда есть хорошая цена и большое предложение штемпельных монет а я таких мирников приобрел ну штук семь и мне еще на количество сделаем или маленькую скидку я как поступлю и подобные экземпляры продам и куплю себе 25 именно таким способом я и рекомендую вам пополнять свою коллекцию если у вас есть знание в определенной теме и вы увидели монеты которые у вас есть или которые например вам в таком количестве не нужны вы всегда можете купить и перепадать их чтобы взять себе другой экземпляр и в этом ничего зазорного нету конечно в меня некоторые товарищи сейчас кинуть помидорами но такая судьба коллекционера если ты что-то хочешь купить и ты не олигарх приходится перепродавать монеты вот так и в процессе еще один нюанс когда вы говорите фу как плохо быть барыгой как плохо перепродавать монеты а вы подумаете каким образом получить знание про подлинность монет когда через мои руки проходит таких монет сто двести например там за пару лет я уже даже при малейшем намеке на какое-то несовпадение с теми монетами которых у меня сотни через руки прошли я сразу же останавливаюсь и замечаю что что-то с монеткой не так но чтобы это замечать нужно подлинных монет чтобы через руки прошла огромная масса понимаете а для того и нужно иногда даже такие монеты покупать даже у вас есть купили разобрались еще раз изучили даже продали а еще есть большая масса людей которые обращаются чтобы я подыскал подобные монеты чтобы где-то им нашел в таком качестве так что так ну типа правда вправдался на 22 показал те ценники я покупал по 75 22 23 24 все огненные все крайне красивые по 75 евро это мы брали в праге конечно я знаю что иногда попадаются такие предложения по 50 60 но поштучно начинаешь их доставлять считать доставку одной монеты понимаешь она не выгодно выгоднее даже чуть дороже но купить кучу и доставку одиночную сделать со страховкой да и все так мерники вам показал показал а еще вам покажу полтинничек интересный полтинничек попался мне тут нынче вот такой скромненький полтинничек да вот в такой он и вообщеcen divorce и мы это вам видим и разуме он спасибо еще очень enferму я я ничего уже сказал хоть и вы я пропแ skoci еще там не забыли мои политики было оченьしょ ты это вам это вам ом я нажимаю на к вот я Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok